МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Президент Беларуси посетил завод сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. Производственный травматизм. Как влиять на проблему? Об этом разговор с экспертом программы. Живая нить истории. Традиции ткачества рушников возрождают в Ветховском районе. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Президент Беларуси посетил завод сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. Основная идея проекта создания в стране импортозамещающего производства, ориентированного на освоение древесных ресурсов и выпуск высокорентабельной продукции. Сегодня сульфатная беленая целлюлоза востребована на внутреннем и внешнем рынках и применяется в производстве обоев различных видов бумаги и картона. На всем постсоветском пространстве таких современных производств больше нет. Вместе с главой государства по маршруту прошли наши корреспонденты. Сейчас на постсоветском пространстве таких современных производств нет. В России, например, последний целлюлозный завод был построен в 80-х годах прошлого века. В Светлогорске реализация инвестиционного проекта проводится в рамках указа президента Беларуси, который был подписан в августе 2012 года. Во время посещения предприятия Александр Лукашенко еще раз подчеркивает необходимость такого производства для страны. Леса хватает? Нет проблем или есть проблемы? Нету проблемы. При выходе на максимальную мощность, Александр Георгиевич, нам потребуется 2 миллиона 400 кубов балансовой древесины. По прошлому году мы переработали где-то чуть больше 800 тысяч и произвели 149 тысяч. Вы считали, лесники обеспечат? Да. И мы решим проблему вот этого тонкомера? Да, да, да. Не будет в лесу валяться ничего? Я скажу больше. Вот прошлый год и позапрошлый, когда была проблема с жучком, вредителем на Гомельской области, то мы здесь на площадке максимум приняли этого леса и переработали товарную продукцию с высокой добавленной стоимостью. То есть химическая переработка древесины, она на сегодняшний день является фактически одной из самых наивысших по добавленной стоимости. Не должно ничего пропадать, это наше богатство. Поэтому на этом предприятии будем перерабатывать и тонкую древесину, и потолще любую можно переработать. Но нам надо переработать этот неликвид, чтобы не возить за границу за бесценным, а переработать целлюлозу, там бумагу и дальше и так далее. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия. Строительство завода сульфатной бельоной целлюлозы шло непросто. Генеральный подрядчик, китайская компания Самсе несколько раз прекращала работы, а в конце 2018 года и вовсе оставила объект. Для подготовки завода к эксплуатации Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат привлек более 30 подрядных организаций. Как ожидается, во второй половине этого года завод выйдет на проектную мощность. Ежемесячное производство 33 тысяч тонн сульфатной бельоной целлюлозы. Во время посещения завода президент Беларуси дает официальный старт работе нового предприятия. Символическая красная кнопка нажата. Теперь необходимо наращивать производство. В прошлом году по сравнению с предыдущим производство продукции увеличилось более чем в пять раз и достигло почти 150 тысяч тонн. Проектная мощность 400 тысяч. При ее достижении 300 тысяч тонн целлюлозы будет поставляться на экспорт, остальное на внутренний рынок. При этом вероятнее всего только этой продукции ассортимент уже не ограничится. Во время посещения завода президент ставит еще одну задачу – организовать производство по переработке уже самой целлюлозы. Это позволит получать более значительные доходы. Что мы продаем? Мы продаем сырье. Ну не древесину, как раньше эти балансы, за бесценок. Но мы продаем по хорошей цене целлюлозу, но мы продаем сырье. Надо с целлюлозы делать то, что делают там, куда мы придаем. Сегодня принято решение. Ваши специалисты и руководитель концерна прекрасно понимают, что должно быть дальше. Нам нужна глубина переработки целлюлозы. Нам нужно из этой целлюлозы делать соответствующие упаковочные материалы, делать мешки. Вы знаете, поставлена мною задача, чтобы уйти от полиэтилена. Мы загадим всю страну. Перегнивает, разлагается этот полиэтилен столетиями. То есть правнукам нашим хватит еще. Поэтому надо от этого уходить. Надо все это заворачивать в булочки, пирожки и прочее в бумагу. У нас этого хватает добра. Но из этой целлюлозы, значит, надо создать эту упаковку и другие материалы. Поэтому мной принято сегодня решение. Мы должны как можно раньше, но не позже этого года построить здесь за стенкой рядом цех. Вот пускай домостроительный комбинат и займется этим. Если они могут, вот им и заказ построить цех, купить машину. Она не дешевая. Наверное, 80 миллионов евро будет стоить. Но мы пойдем на эти траты, поставим машину и будем перерабатывать здесь целлюлозу. Второе направление. Я не думаю, что нам надо откладывать это. Мы должны произвести вискозную целлюлозу. Вы на этом предприятии это можете сделать. Нужна осина, ольха, которую у нас сегодня девать некуда. Она пропадает. И поэтому нам надо ускориться. Мы ее здесь переработаем. Допустим, будете 8 месяцев работать на хвойной целлюлозе. Правильно я сказал? А 4 или 3 месяца будете делать вискозную целлюлозу для предприятия, которое находится у вас фактически за забором и которое покупает только по импорту вискозу. Это ненормально. В центре внимания главы государства все нюансы работы нового предприятия. Экологическая безопасность промышленных предприятий далеко не последний момент, который берется во внимание при оценке деятельности Светлогорского завода сульфатной беленой целлюлозой. Очень шепетильно, очень внимательно отношусь к экологическим вопросам. И когда мне доложили, что тут дурно пахнет где-то, разборки были жестокие. Вот некоторые из членов правительства здесь находятся, не зная, что здесь происходит. Ну, говорите, в интернете. Потом помощник мне доложил, что здесь не все хорошо. Разборки были жестокие. Экология вопрос номер один. Мы не должны в 21 веке создавать производства, от которых сами отравимся и детей своих отравим. Воздух, питание и вода – это важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Александр Лукашенко уверен, завод сульфатной беленой целлюлозы – предприятие для Беларуси необходимое. А поэтому особая благодарность коллективу, который, несмотря на проблемы, делает все возможное, чтобы реализовать инвестпроект в полном объеме. Это делает честь нашим специалистам вам, что вы сами справились с освоением мощностей этого предприятия. Молодцы! За это вам большое спасибо. Это вторая цель моего приезда – поблагодарить вас за то, что вы, отказавшись от недобросовестного исполнителя-строителя, сделали это предприятие сами. И вы получаете сегодня хорошую продукцию. Спасибо вам за это. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько. Новости недели. Модернизация Добружской бумажной фабрики также на личном контроле главы государства. На этой неделе подписан указ об инвестиционном проекте, который позволит организовать производство картона на предприятии. Также устанавливаются конкретные сроки завершения инвестпроекта. Вот в эксплуатацию комплекса в 2020 году выход на проектную мощность в 2022. А сейчас к другим событиям уходящей недели. 15 февраля в Беларуси отмечался День памяти воинов-интернационалистов. 31 год назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В честь Дня памяти в Гомеле прошел ряд мероприятий. По традиции, они начались акцией «Зажги свечу памяти». Во время службы в Свято-Петропавловском соборе прозвучали имена каждого из 124 уроженцев региона, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане. В память о них, а также тех, кто ушел из жизни в мирное время, друзья и родные поставили свечи в храме. Продолжил мероприятие митинг-реквием у мемориала памятника воинам-интернационалистам. Возложить цветы и венки собрались ветераны локальных конфликтов, представители органов власти, общественных объединений, трудовых коллективов и молодежь. Память погибших почтили минутой молчания. Завершил День памяти воинов-интернационалистов концерт в городском центре культуры. В память о сожженной деревне Алла в Гомельской области проведут субботник. 22 февраля представители органов власти, организации и предприятий будут трудиться на рабочих местах, либо займутся благоустройством. Собранные на субботнике средства направят на строительство мемориала на месте сожженной деревни в Светлогорском районе, а также на ремонт, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. Мемориал в Алле планируется открыть в год 75-летия Великой Победы. Утром 14 января 1944 года здесь оборвали жизни 1758 человек, в том числе 950 детей. После войны Алла не возродилась. Ледвиновичскую среднюю школу в Кармянском районе в этом году откроют после масштабной реконструкции. Ее эксплуатация была приостановлена из-за аварийного состояния. После окончания работ это будет современная многофункциональная школа, рассчитанная на 142 учащихся. Отмечу, тема строительства, реконструкции и модернизации социальных объектов Гомельского региона находится на постоянном контроле председателя облсполкома. А в Рогачеве планируют открыть музей Владимира Короткевича. Причем это будет не просто учреждение культуры в обычном понимании, а современная арт-площадка. Дом по улице Короткевича 59 был построен в начале 20 века и принадлежал деду писателя. Идею об открытии в нем музея озвучивали и раньше, но положить начало практической реализации проекта удалось только в прошлом году. После звонка напрямую телефонную линию к председателю облсполкома Геннадию Соловью, директора школы и координатора местных краеведческих инициатив Александра Лейкина. В Гомеле по итогам работы в 2019 году поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе превысило прогнозное значение в полтора раза. Об этом на сессии городского совета депутатов сообщил председатель горосполкома Петр Кириченко. В целом удалось привлечь более 36 миллионов долларов. Председатель горосполкома подчеркнул, что по итогам года город также выполнил основные показатели социально-экономического развития по экспорту товаров и услуг, трудоустройству на вновь созданные рабочие места, а также задания по товарообороту общественного питания и созданию новых предприятий в сфере производства. Только представьте, в среднем каждый год наша область теряет два десятка человек из-за производственного травматизма. Около сотни людей получают тяжелые травмы на работе. Каковы основные причины и как эффективно влиять на статистику? Об этом наше воскресное интервью с первым заместителем начальника Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Виталием Дюндиковым. Каждый год область из-за производственного травматизма теряет 20 человек. В чем основные причины? Конечно, мы проводили анализ. У нас за 2019 год причины немножко поменялись. Если раньше было это нарушение самими работниками, обязанностей локальных нормативных документов, должностными лицами обязанностей по охране труда, то в 2019 году у нас по 15% вылезли причины. Это дорожно-транспортное происшествие. У нас 4 человека погибло и 19 тяжело травмировано. И нарушение требования охраны труда другими работниками, когда другой работник нарушает требования охраны труда, и его коллега страдает. По 12% снизилось у нас нарушение самими потерпевшими локальных нормативных правовых актов. Также 12% это необеспечение должностными лицами, несоблюдение своих должностных инструкций. И также 12% это уже выросла у нас причина, это эксплуатация неисправного какого оборудования, механизмов, транспортных средств и так далее. Опять же, высокий уровень, ну 8% причины это нахождение в состоянии алкогольного опьянения. По-прежнему несподлинно серьезная ответственность. То есть люди, опять же, употребляют спиртные напитки и получают производственные травмы. И по стране в целом и в регионе наблюдается тенденция по увеличению количества травм с тяжелым исходом, полученных на рабочем месте. Для Гомельщины это около 100 человек, а даже чуть больше. Какие причины первостепенно здесь? Ну у нас, да, 99 человек у нас получили травмы с тяжелым исходом. Мне кажется, что причины, ну во-первых, их множество. Но основные, вот скажем, у нас же технический парк оборудования, транспортных средств, особенно в сельскохозяйственных организациях, он с каждым годом устаревает. С каждым годом приходится все чаще его производить ремонт и так далее. То есть здесь тоже одна из причин, потому что у нас работники получают травмы именно при ремонте оборудования, редко при эксплуатации, то есть при работе на оборудовании. Потом, конечно, это фиктивное проведение вот этих всех инструктажей, проверок знаний, обучений. То есть когда работнику дается просто журнал «на, распишись», и никакие, грубо говоря, инструктажи не проводятся. Хочу сказать, что в ряде организаций сейчас уже пошли к тому, что инструктажи фиксируют на видеокамеру. То есть когда проводятся инструктажи, чтобы было, когда вдруг, не дай бог, несчастный случай, или это, и работник не мог сказать, что мне не доводили какие-то требования безопасности, то есть данная фиксация. Отойти от этой формальности. Ну и постоянно работнику напоминать об этих требованиях. И, конечно же, тут человеческий фактор самого работника. Работник должен понимать. Он должен, например, вот при виду вальщики леса, да, вот страдают по собственной, скажем так, нарушая требования охраны труда сознательно. То есть когда он спиливает, допустим, зависшее дерево, оно зависает на другом дереве, да. Правилами предусмотрено, что он должен применить трактор, и лебедкой данное дерево, значит, положить на землю. Но опять же он потом поясняет, ну это же нужно идти трактор, цеплять трос и так далее. Я его быстренько бензопилой приземлю, и все. То есть сознательно идет на нарушение, приземляет. Конечно, дерево падает уже, зависшее в разные стороны, он уже предположить не может, куда направление, и травмирует либо он, либо какого-то помощника, который ему помогает. И вот действительно, мы чаще говорим про ответственность руководителя. Может быть, пора задуматься об усилении личной ответственности каждого? Да, скажем так, департамент давно, ну, вносил в палату представителей неоднократное предложение, чтобы изменения внесли в кодекс. Сейчас, вы знаете, будет меняться кодекс административный по поручению главы государства, чтобы внести в него на пятилетку, там и больше изменения, чтобы постоянно не менять. И мы вносим предложение, вот внесли предложение, областная прокуратура просила наше предложение. То есть внести в статью 9.17 по нарушению требований труда, помимо должностных и уполномоченных лиц, работников. Происходят вот несчастные случаи, как я говорю, по вине другого работника. Он совершил какие-то действия, которые привели к травме другого работника. Почему его не наказать административно? Возникает вопрос. Поэтому я считаю, что, конечно, нужно к работнику, его ответственность за соблюдение требований охраны труда все-таки повышать. И усиление ответственности такого плана, и личная забота о собственном здоровье, и заботе о своей семье. Конечно. Работник, да, он должен понимать, он должен осознавать, то есть он не должен прийти и думать о том, как мне выполнить план, сделать больше деталей, ага, вот как, допустим, прессовщики, да, должно быть двуручное управление, а он вместо того, чтобы его применять, педалью управляет, потому что он так больше деталей сделает. То есть он не думает о последствиях. Работникам нужно постоянно напоминать, чтобы поменять их какое-то мировоззрение, чтобы он помнил, что дома его ждут сын, дочь, жена и тогда родные и близкие, и что он пришел на работу и должен уйти здоровый, то есть он должен сам заботиться о своей безопасности. Хороший повод задуматься. Спасибо за это интервью и успехов в делах. Неглюбские текстильные традиции входят в государственный список историко-культурного наследия Беларуси. Однако это не просто часть нашей истории. Ремесло живет и сегодня. Рушники из этого местечка Гомельской области стали визитной карточкой страны. А в самой Неглюбке сейчас активно реализуют проект по передаче уникальных традиций ткачества молодому поколению. В поиске самых модных узоров Вероника Гомзюкова отправилась в место, откуда идут истоки возникновения наших текстильных традиций. Слава об уникальных Неглюбских рушниках за пределы небольшой деревушки в Ветковском районе распространилась уже давно. Сейчас мы познакомимся с мастерицей, которая оберегает текстильные традиции. Татьяна Суглопова в основах ткачества узнала от матери. Со временем женщина стала посещать кружок по этому направлению, а затем работала на местной ткацкой фабрике, пока ее не закрыли. Сегодня в местном Доме культуры Татьяна передает секреты ткачества своим ученикам, которые на занятия ходят с большим удовольствием. Усильчивости больше, наверное, у мальчиков все-таки, потому что испокон веков ткач это была мужская работа, потому что надо было забивать сильно, чтобы полотно ткать. Сила большая надо. Ткали мужики. В музее рассказывают, что вот это были узоры, например, там, на свадебные, это на похороны. Я, например, не вникаю в эту глубину. Я тку все узоры от души. Понравился узор? Я тку. Иногда вроде начинаешь ткать узор, ну так, ничего. К концу ты уже не можешь его доткать, потому что он тебе не нравится. Уже все. Рушник, можно сказать, испорчен. Поэтому вот от настроения зависит много. И от того, на первый взгляд, узор вроде бы приглянулся, когда начинаешь ткать. А какими главными качествами должен обладать ткач или мастер? Усильчивость в первую очередь. Вот это терпение и усильчивость. Потому что считать надо все время, вот видите, по три ниточки. Вот это постоянно у нас надо считать. Вот каждый узор у нас, он нарисован в клеточку тетради. Каждый узор у нас нарисован в тетради в клеточку. А потом мы его переносим. И все, а ступо сверяется. И вот получается у нас вот эти вот клеточки, вот эти вот, нам постоянно надо считать их. Какие самые главные советы даете молодым начинающим ткачам? Не спешить и не волноваться. Хотя мы сами волнуемся. Может, вы хотите попробовать подкать? Ну да, давайте. Кажется, что нужно иметь просто восемь рук. Нет. Вот часть ткачества, и все становится на свои места. За 10 минут у меня получилось сделать вот три ряда. Как говорят опытные мастерицы, я справилась, и это довольно неплохой результат. Это очень кропотливый труд, и тебе не хватает просто внимания, потому что здесь только всяких мелких деталей. Тут на одну нажми, тут к ниточку придержи. Как говорят опытные мастерицы, полтора часа надо с этим поковыряться. И тогда вы точно разберетесь со всей схемой. Приезжайте в Неглюбку. В августе здесь будет проходить праздник ткачества кроссинцы. И у вас будет прекрасная возможность научиться этому ремеслу. Праздничная суматоха, поиски подарка и особенная атмосфера. День всех влюбленных на этой неделе отмечали все, кому не чужда романтика. Развлечения на любой вкус для любящих пар предлагали концертные залы, кинотеатры и музеи. При этом каждый старался быть оригинальным, чтобы этот день Святого Валентина запомнился гостям надолго. Особенным сюрпризом для влюбленных и не только можно назвать экскурсию в тропический рай, для которой даже не нужно покидать пределы Гомеля. Очутиться в атмосфере релакса и увидеть удивительную природную метаморфозу можно в картинной галерее Гавриила Ващенко. Об этом и других интересных событиях мира культуры расскажет Анна Корольчук. В картинной галерее Гавриила Ващенко обновление экспозиции. Около трех десятков своих живописных работ на этой неделе там презентовал Норик Саребекян. Портреты поэтов, художников, режиссеров, в том числе и из Гомельской области. Такими своих современников изобразил Норик Саребекян. Кроме того, здесь есть автопортрет художника под названием «Мои три возраста». Отдельный блок экспозиции посвящен пейзажам и тематическим работам мастера. Норик Саребекян родом из Армении. Закончил Ереванское художественное училище по квалификации художника-формитель. В 2011 году переехал в Гомель. Помимо живописи, автор занимается монументальной росписью, а также пишет стихи. На вернисаже художник рассказал о своем творческом кредо, жизненном пути и познакомил гостей с героями своих работ. А соседний зал галереи превратился в настоящий тропический рай. Здесь каждый желающий может понаблюдать за чудом природы, превращением куколки в бабочку. Хрупких насекомых из Азии, Африки, Австралии и Америки доставляют в Гомель в коконах. Попадая в теплое и влажное помещение, бабочки распускают свои крылья. Экспозиция постоянно обновляется, ведь живут эти крылатые красавицы совсем недолго – от нескольких часов до недели. Концерт органной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов певца и музыканта Валерия Шмата прошел во Дворце культуры железнодорожников. Гости услышали величественные хоралы готических соборов и классические произведения Баха, Генделя, Моцарта и Шопена. Свой инструмент музыкант спроектировал самостоятельно. Современная техника позволяет передавать звуки органы с помощью акустической системы. Вечер дополнили выступления гомельских артистов – Галины Павленок и камерного хора областной филармонии. Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов. А появление на сцене – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси Бэнд» открыл свой большой гастрольный тур концертом в Гомельском городском центре культуры. Его посвятили десятилетию коллектива. В честь своего юбилея «Джипси Бэнд» подготовили новое шоу под названием «Танцуй цыганка». В него вошли лучшие и самые яркие номера, созданные театром за 10 лет. А напоследок анонс киноновинок следующей недели. Пакуйте чемоданы и отправляйтесь в потрясающее приключение с эксцентричным и неотразимым доктором Дулитлом. А чтобы не было скучно, с вами вместе поедут страус, горилла, полярный медведь, попугай и утка. В роли английского доктора Айболита Роберт Дауни-младший. Российская киноиндустрия в преддверии 23 февраля представляет биографическую ленту «Калашников». Все слышали эту фамилию, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарный автомат, который по сей день считается символом оружейной мысли. Юных зрителей ждут пушистые мошенники, бельчонок Тьюм и ежи Халатте, которые хотят похитить бриллиант у короля медведей. Главарь банды волков и рысь пытаются им помешать и забрать камень себе. С культурной жизнью региона вас знакомили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. И на этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.